Денис, приветствую тебя! Привет всем! Наша очередная встреча, опять же, уже по старой доброй традиции, перед очень серьезным фундаментальным событием, которое приводит в движение, точно приведет в движение все финансовые рынки, сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в США, и очень трудно переоценить их значимость, потому что все те, кто следит сейчас за рынками, не важно, каким бы активом вы не интересовались, точнее, каким бы сектором, валютный рынок, фондовый рынок, рынок облигаций, сырьевых активов, сегодня после данных по инфляции входить будет все, поэтому заранее, опять же, подсвечиваем вам риски, связанные с высокой волатильностью, и необходимость в связи с этим контролировать загрузку депозитов, соблюдать классические, надеюсь, всем известные традиционные правила диск-менеджмента. Ну что, сегодня, если ориентироваться на конкретное время, в 12.30 по GMT, это блок инфляционной статистики, разделяют ее на два компонента, как я говорил на своем брифинге утреннем, это основной индекс потребительских цен и базовая инфляция. По основному индексу потребительских цен ожидается небольшое снижение с 8,3 до 8,1%, но я рекомендую обращать внимание прежде всего на базовую инфляцию, которая не учитывает цены на нефть и продовольственные товары. Здесь вот уже прогнозируется рост индекса с 6,3% до 6,5%. Напомню, что ровно месяц назад, когда мы разбирали статистику по инфляции в США, картина была похожая. Основной индекс потребительских цен снизился, базовая выросла. И вот роста базовой инфляции было более чем достаточно, чтобы вдохнуть больше силы в восходящие ралли индекса доллара. Тогда американская валюта, по сути, улетела к новому многолетнему максимуму, после чего развила небольшую корректу. Сейчас мы на пороге, в принципе, точно таких же ожиданий. Мы с Денисом неоднократно вам говорили, что не покупать доллар сейчас – это ошибка, потому что более интересного актива на рынке попросту нет. Индекс доллара растет, доказывает то, что он аккумулирует себе достаточную силу, и доллар покупает почему? Потому что знают, что Федрезерв будет повышать процентные ставки, потому что знают, что американская экономика на фоне других развитых стран остается не просто на плаву, а если отталкиваться от статистики, в принципе, довольно неплохо все чувствуют. И это связано также еще с ростом доходности американских облигаций, которые обновляют многолетние максимумы. Чем выше доходность, реже, и с тем, соответственно, больше интерес к ним, больших денег. И если, друзья, вы, конечно же, хотите купить облигации, вам придется сначала залезть в доллар, а дополнительный приток ликвидности в доллар – это еще одна причина повышенного спроса на него. Ну и тут уже, конечно же, и геополитику нужно привести в качестве аргумента, потому что чем острее, нестабильнее, неспокойнее геополитическая обстановка, а сейчас она таково и является, конечно же, тем выше спрос на защитный доллар. Я предлагаю, в принципе, демонстрацию экрана. Так, одну секундочку. Вот у меня индекс доллара открыт. Демонстрация пошла? Да, видно. Отлично. Вот сегодня, как раз, если ты не против, в связи с ожиданием данных по инфляции, можно рассмотреть индекс доллара. Можно посмотреть на европейскую валюту как инструмент, который коррелирует, конечно же, с индексом доллара. Но по еврозоне есть еще и своя такая фундаментальная подноготная – это слабость в целом европейской статистики. Можем сегодня еще разобрать ситуацию на рынке нефти. Индекс доллара как раз 113.28 – это локальные максимумы. Я оптимист в отношении доллара. Сегодня рассчитываю, что американская валюта сможет выйти на новые локальные максимумы, пробьет АХАЙ, который был сфиксирован вот, по сути, в конце сентября, закрепится выше 114.70, и потом уже будет претендовать на движение в район 115.50 и выше. Чем выше сегодня будут данные по базовой инфляции, тем больше вероятность того, что американский регулятор вот уже, по сути, сейчас календарь можно открыть, 2 ноября, до 2 ноября остается, по сути, 2 с небольшим недели. 2 ноября американский регулятор снова повысит процентную ставку на 75 байсных пунктов, что будет четвертым подряд повышением на такое количество пунктов подряд. Это явно серьезный настрой и задел на то, чтобы все-таки и на перспективу поддерживать позиции американского доллара. Если в декабре еще будет повышение на хотя бы 50 байсных пунктов, то ключевая ставка американского регулятора будет самая высокая среди всех развитых стран. И здесь тоже конкурентов у доллара априори быть не может. И удивительно, конечно же, что рынок вот так вот просто сейчас раздает деньги, но я постоянно себя осекаю на вот этой мысли, что ну пусть делает это, потому что хорошо работает по тренду, который сейчас остается, как я уже отметил, по риску вниз, а по доллару вверх. И я намерен в этом тренде еще поучаствовать, потому что жду более высокие ценовые значения. Мой совет не мудрить вот на текущем этапе, не считать, что евро, например, на своих донных уровнях и дальше падать не может. Это не так. Евро может валиться еще сколько угодно, особенно с учетом фундаментального фонда. И по индексу доллара такой же расклад, если вы считаете, что вот выше некуда, вы, друзья, ошибаетесь. Индекс доллара может легко прибавить еще процентов 10-15, а то и больше. И это, кстати, прогнозы не только мои субъективные, но и банков, за которыми я тоже рекомендую следить. Периодически Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs и Sisi. У них тоже такой же бычий взгляд. В отношении европейской валюты мы тестируем уровень 0,97. Сейчас около него ходим. Просится так, чтобы вот этот тест был не просто еще одной попыткой, неудачной для медведей, а уже сегодня с учетом фундаментальной поддержки, чтобы евро прям дал жару как следует, и евро потащили уже в районе 0,95. У меня давно уже заброшенная цель туда на отметку 0,95. Опять очень хочу прийти туда и допускаю, что это может произойти даже уже сегодня. Денис, возможно, могу предположить, что у тебя точно такой же настрой в отношении европейской валюты. И будет неплохо, если ты обозначишь прогнозы, которые будут сопоставимы с моими ожиданиями. Я не верю в европейскую экономику, но в текущем этапе ЕЦБ тормозит с повышением процентной ставки. Энергетический кризис из-за роста тарифов на электроэнергию. Какие-то сомнительные поползновения, скажем так, от властей, которые направлены на то, чтобы смягчить фискальную нагрузку на население. За последние недели я так и не увидел ни одного реального предложения, которое могло бы помочь пережить более-менее с минимальными издержками домохозяйства тот кризис, который грядет до конца этого года в связи с ожидаемым еще ростом цен на углеводороды. Поэтому думаю, что еврозона, она неизбежна будет вынуждена столкнуться с показателями инфляции выше 15-16%, что может стать причиной еще больше девальвации, опять же, снижения курса европейской валюты. Поэтому здесь тоже ставка однозначно вниз, и буду ждать как минимум на отметке 0.95. И что касается рынка нефти, вот здесь тоже интересный фундаментальный фон. Он, с одной стороны, обусловлен наличием серьезного позитивного фактора. Это заседание ОПЕК, которое, как мы помним, прошло совсем недавно. Там приняли решение снизить объем нефтедобычи на 2 миллиона баррелей. Окончательное вступление в силу финальных ограничений на поставку российских углеводородов, вот с декабря, опять же, ожидается, что морским путем уже точно прекратят транспортировать нефть и закупать, соответственно, через такой формат логистики. Также, вроде бы как, в середине декабря уже точно вступит в силу решение по санкционным ограничениям 4-5 пакета. То есть российская нефть уже не будет поставляться никуда из тех стран, которые мы рассматривали и которыми интересовались. Это, в конечном счете, может привести к тому, что предложение, конечно же, еще больше сократится. И в этой связи, я думаю, что рынок нефти, на мой взгляд уже, Денис, может быть, ты не согласишься с этой точки зрения, но рынок нефти уже побывал на своих локальных и долгосрочных минимумах, и дальше позиционно будет только расти. В частности, по Brent, который сейчас 93 доллара за баррель, я думаю, что существенно ниже 90 долларов мы не пройдем, а вот потолок по ожиданиям движения, вот куда он может прийти через развитие восходящей динамики, это 110-115 и, возможно, даже выше. Поэтому я рекомендую, что с текущих уровней, ну, кто хочет рискнуть и надеяться, что будет откат еще с 90 долларов за баррель, пробовать уже активно выкупать этот актив и ждать развития бычьей динамики. Так, на этом все. Слово тебе передаю. Так, хорошо, сейчас включу. Давай. Отличный экранчик мой должен уже видеть. Значит, касательно евро, здесь я уже, может сказать, традиционно тебя поддерживаю, тем более читал еще и сегодняшние утренние сводки, то есть пока причин, скажем, для оптимизма, для какого-то роста показателей вообще еврозоны нет вообще никаких. Так что сегодня есть два варианта, которые абсолютно с одинаковым конечным результатом у нас будут. Первый вариант – это движение, ну, буквально, там, скажем, с текущих уровней вниз, причем я даже целюсь в район 94.30, еще даже чуть более амбициозной цели, чем у тебя, хотя, в принципе, ну, я понимаю, 0.95 – круглый уровень, рядышком, там, буквально 35 пунктов ниже от локального минимума. Да, здесь все логично, просто я чуть-чуть конкретизировал с позиции вот именно опционных проторговок, опционных в Ливане, потому что здесь все-таки это уровень в районе 94.25 находится, если быть точным, ну, до 30 округлилый, плюс вот такой нисходящий канал, это расширенный именно уже канал, он достаточно тоже классно себя проявил, вот в точке 1, вот здесь вот, прям, еще раз увидели, и красивая траектория вниз. В общем, все сходится примерно вот в этом диапазоне, 0.94.30, может, там, плюс-минус пунктов 20, я бы сказал. Если же попытаются сделать на инфляции сегодня, то есть подскок вверх, примерно хотя бы в область ближайшего, ближайшей зоны продавцов, где я ждал изначально, еще с понедельника этой недели, здесь у нас небольшая такая внутренняя маленькая проторговка была сделана в прошлой неделе, плюс еще до этого накопления с обратной стороны. Подобные вещи, они в реверсе очень классно работают, и если вдруг сюда подскок сделают, то я все равно рассматриваю один и тот же результат. Поэтому вопрос либо это с текущей сделают, либо сделают с более выгодных верхних рубежей. Коррекцию более глубокую, честно, я не жду, но и не исключаю ее. То есть, может быть, хотя я считаю ее маловероятной, и, в принципе, там, где нужно было, цена уже побывала. То есть, я не помню, на прошлом включении говорили об этом или нет, потому что здесь, еще и на открытом канале, я тоже публиковал, вот эта вот область была сильнее с точки зрения сопротивления, еще и блочная спредовая конструкция здесь по аукционам была залита, короче, сработало абсолютно все, что только можно было. В общем, евро я полностью тебя поддерживаю. Движение вниз у нас в приоритете, ожидается где-то 94.30. Касательно индекса доллара. Значит, здесь, если именно с позиции уже средней срока хотел бы посмотреть, почему? Потому что сейчас фактически цена торгуется на уровнях, которые, я бы назвал это пустым местом, пустым полем. Почему? Потому что в диапазоне между 110 и 120 нет толком ничего. Это уровни, которые были сформированы более 20 лет назад. У меня здесь даже котировок не хватит. Это я смотрел в TradingView, когда вот уровень 120 выбирал, потому что, ну, элементарно, просто не хватает реально котировок, чтобы здесь его просмотреть. Но исторически это 90-го какого-то года индекс, я уже не помню, или 95-го, или 97-го года, что там действительно такой глобальный очень крупный был максимум сформирован по индексу, и он как раз находится на 120. То есть между ними, по сути, ничего нет. Я, честно, уже не удивлюсь, если цена дойдет и до 120, особенно с учетом того, что все ждут в 2023 году, то есть такую глобальную мощную рецессию. Ну и, соответственно, конечно же, переходят в доллар. Ну, это можно понять. Тем более, ты об этом сегодня говорил. И я думаю, это подстегнет еще к дальнейшему росту, тем более учитывая то, что мы все-таки ожидаем снижения по евро. В долгосроке, я уже даже не знаю, здесь очень далеко есть разные цели, и на 0,84, и на 0,88. Вот, то, соответственно, индекс бакса как раз в этом плане коррелирует вплоть до 120. В общем, такой среднедолгосрочный анализ у меня получается на ближайшие даже пару месяцев, что рост у нас все равно предвидится. А что касается нефти, здесь я разделяю оптимистическую такую точку зрения. В чем она заключается? В том, что, да, действительно, то есть с позиции фундаментального анализа у нас рост, то есть, да, объект согласились на то, чтобы уменьшить добычу. Безусловно, это позитивный фактор для рынка. И плюс ко всему, сейчас у нас торгуется декабрьский фьючерсный контракт. Мы видим, где основные объемы вливаются. Вот, вчера уже накидали очень мощные объемы. Здесь, ну, с учетом того, что это перескок через контракт, то есть декабрьский, поэтому немножко ниже показаны точечные объемы. Но по факту это объемы, которые вливались в самом низу свечи, в районе примерно 86.50. Было очень крупное точечное вливание, и пока особо реакции нет. Поэтому здесь есть два варианта тоже с абсолютно одинаково конечным результатом. Либо это будет такой вот добой вниз, где-то 85-86, и потом хорошая такая разворотка вверх. Либо же попытаются там с текущих развернуть через тест внутреннего накопления. Что тоже, кстати говоря, достаточно частая комбинация. Поэтому я просто подожду здесь какого-то прояснения событий, потому что сейчас пока что, ну, в подвешенном состоянии, я думаю, что когда как раз выйдут уже данные по инфляции, здесь либо через добой, либо через пробой внутреннего небольшого накопления, мы увидим как раз дальнейший рост. Тем более цели вверху, они там достаточно амбициозны, далеко. Ну, самое ближайшее, если смотреть по границам акционов, например, хоть это не сильно показатель, но это так, приблизительный уровень, то находятся вот в районе сотки. То есть 100 долларов за баррель, это реально там, где прям вот серьезные ожидания. Если говорить о ближайших локальных сопротивлениях, то это в районе примерно 97,5. Короче, как ни крути, здесь все равно. Но получается, что на окончании коррекции при движении вниз очень выгодные входы будут для покупок. Плюс ко всему, здесь еще такой хороший локальный уровень поддержки. Он с этого экстремума начерчен. И, по сути, он как уровень вращения для цены. То есть цена его очень неплохо видела с обеих сторон, поэтому я его оставляю. И с него, соответственно, буду уже рассматривать возможности для покупок. Поэтому нефть лонговая. Индекс доллара здесь понятно. Средний долгосрок у нас вверх ничего не менялось. Ну и евро либо с текущих, либо через подскок. В идеале, конечно, через подскок, потому что дополнительно вольют ликвидность, было бы супер. И потом погонят дальше вниз, тут я с тобой на все 100% согласен. Спасибо, Денис, за твою точку зрения. Ну, собственно, как и всегда. Смотрим в одном направлении. Рынок такой предсказуемый. Я считаю, что, как уже отмечал, бывают такие ситуации, когда просто нужно действовать по тренду. Друзья, когда евро-доллар будет 0,95, 0,94, 0,93, бренд будет торговаться по 100-110 долларов за баррель, а индекс доллара будет в космосе 120. Будьте кусать локоть. И вспоминать эти ролики, когда вам рекомендовали залазить в эти сделки. А мы напомним. Да, точно, мы напомним. Да, все было предсказуемо для этого. Ну, надеемся, что такие комментарии будут излишними. Вы все прекрасно уже поняли, как и что нужно делать. Денис, тебе тоже сегодня, безусловно, удачного трейдинга перед таким важным событием, после такого важного события. На следующей неделе обсудим все. Снова, может быть, как раз к следующему эфиру рынок подготовит нам еще какое-нибудь важное событие, которое мы обязательно обсудим с тобой. Спасибо тебе. Тогда хорошего закрытия недели и до скорых встреч. Пока. Спасибо. Тебе тоже отличного окончания недели. И, конечно же, традиционно всем нашим напоминаю зрителям, что контролируйте риски. А то бывает некоторые котлетчики любят поймать сделку. Так что контролируйте риски. Ну и такой с маленькой пятницы. А маленькая пятница – это уже полусуббота. Согласен. С наступающими выходными. Всем спасибо. Пока-пока.